Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Тарагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Около 2 миллиардов тенге бюджетных средств в Карагандинской области остались неосвоенными. Такие данные были озвучены на аппаратном совещании в областном Акимате. В Карагандинской области малый и средний бизнес поддержал инициативу главы государства о повышении заработной платы. Меморандумы с акимами городов и районов по социально-трудовым вопросам уже подписали более тысячи предприятий. Улжа Сулейменов стал почетным профессором Академии Болошак. В Караганде стартовала международная научно-практическая конференция с участием известного поэта и писателя. Около 2 миллиардов тенге бюджетных средств в Карагандинской области остались неосвоенными. Такие данные были озвучены на аппаратном совещании в областном Акимате, где шла речь о предварительных итогах социально-экономического развития региона за 10 месяцев. Караганда, Садпаев, Балхаш и Нуринский район. Именно здесь больше всего неосвоенных казенных денег. Общая сумма 1 миллиард 700 миллионов тенге. Лидирует в списке областной центра свыше 1 миллиарда. В Садпаеве неосвоенными остались 146 миллионов тенге, в Балхаше 51 миллион, в Нуринском районе 61 миллион тенге. Учитывая то, что у нас осталось всего два месяца до завершения года, мы просили вас поручить Акимовым городов-районов в соответствии с управлением, чтобы еще раз внимательно посмотрели и обеспечили максимальное освоение. Но если смотреть в рамках разреза городов, в разрезе городов республики и областей, то у нас в принципе седьмое место получается. Вместе с населенными пунктами вовремя свои бюджеты не осваивают два областных управления. По чрезвычайным ситуациям и координации занятостей социальных программ. О причинах неосвоения бюджетных средств глава области Ирлан Кушанов спрашивал с каждого руководителя. Эти деньги в аппаратном совещании обсудили изменения в правилах выдачи микрокредитов предпринимателям. Станет возможным кредитовать не только стартап-проекты, но и действующий бизнес. Как вы слышали, на прошлом заседании правительства все-таки приняты изменения. И теперь через 10 дней войдут новые правила, где будут поддерживаться и действующие предприниматели. Поэтому сумма, которая не размещена по городским микрокредитам, 283 миллионов тенге, фондам дому уже будет размещаться в банках на новых условиях. Здесь необходимо акиматам сейчас отработать пул проектов и в ускоренном порядке передать в банки. Глава региона поручил управлению предпринимательства в кратчайший срок отработать этот вопрос с местными исполнительными органами. Андрей Тензо, Солон Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Более тысячи карагандинских бизнес-структур поддержали инициативу президента. В Карагандинской области малый и средний бизнес поддержал инициативу главы государства о повышении заработной платы с 1 января следующего года. Меморандумы с акиматами городов и районов по социально-трудовым вопросам уже подписали более тысячи предприятий. Вслед за крупными промышленными предприятиями региона о повышении заработных плат своим сотрудникам объявили и субъекты малого и среднего бизнеса. Среди них свою поддержку инициативе президента страны высказали в крупнейшем логистическом фармацевтическом центре. В настоящее время на складе медикаментов работают 53 человека. Они принимают препараты из 150 стран мира. Отсюда лекарства расходятся по больницам и аптекам нескольких регионов страны. В среднем сотрудники зарабатывают по 150-170 тысяч тенге в месяц. С нового года прибавка составит 10%. Потому что считаем правильным, что экономика страны в целом зависит от заработка каждого казахстанца. И это объективная, насущная закономерность в нашей жизни. И считаем, что и инфляционные процессы все к этому способствуют. Это первое. Во-вторых, мы повышаем зарплату не за счет повышения цен на лекарства, не за счет каких-то ухищрений в смысле экономического плана, за счет повышения эффективности. Для этого активно внедряем цифровую технологию, повышаем мотивацию сотрудника. И он, собственно говоря, больше работает и за свою работу больше получает. О своем намерении увеличить заработные платы сотрудникам объявила и карагандинская компания ProLux LTD. Эта фирма занимается производством энергоэффективных светодиодных светильников. Здесь работает порядка 60 сотрудников. Продукция фирмы пользуется спросом по всему Казахстану. В новом послании президента глава государства обратился к бизнесу с инициативой повышения заработной платы трудящимся. Руководство нашей компании, учредители посчитали экономический эффект от будущих контрактов, которые у нас предстоят по линии государства частного партнерства, по линии энергосервисных договоров, а также с сегодняшним ростом объемов производства руководство согласилось повысить зарплату рабочим на 10%. Всего в Карагандинской области более тысячи предприятий уже подписали меморандумы с акиматами городов и районов по социально-трудовым вопросам. В областной инспекции по труду отмечают, что увеличение заработных плат в этих компаниях коснется не только низкооплачиваемых работников, но и всех категорий, независимо от уровня оплаты труда. Это более 80 тысяч человек. Рост оплаты труда ожидается от 12 до 25% в зависимости от формы предприятия. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Донерное, в которое произошло массовое отравление, приостановило свою деятельность. Внеплановая проверка обнаружила ряд нарушений санитарных норм в заведении. Госпитализированные ранее люди выписаны из больницы. С 22 по 24 октября в Вабае за медицинской помощью обратились 15 человек с жалобами на пищевое отравление после посещения донерной. Было госпитализировано 9 человек, среди которых один ребенок и беременная женщина. Лабораторное исследование выяснило, что у восьмерых из 15 острая кишечная инфекция, а еще у двоих сальмонеллез. Внеплановая проверка в заведении установила ряд нарушений. Это и антисанитария, и использование продуктов без документов, подтверждающих качество и безопасность. В настоящее время индивидуальным предпринимателям приостановлена деятельность донерной. Улжа Сулейменов стал почетным профессором Академии Булашак. В Караганде стартовала международная научно-практическая конференция с участием известного поэта и писателя. Конференцию посвятили теме духовности и нравственности в просвещении и культуре. Караганду признанный писатель посетил впервые за долгое время. Он отметил, что очень рад своему приезду, а еще больше возможности пообщаться со студентами. Улжа Сулейменов представил свою модель будущего, в которую вошли таки актуальные темы, как умная политика, правильная экономика и природа, нуждающаяся в спасении. Все в руках молодежи, заявил общественный деятель. И это в руках молодежи нашей. Им мы доверяем будущее нашей страны, и они должны создать эти все вещи. По словам проректора Академии Татьяны Смолькиной, подобные встречи с выдающимися личностями в учебном заведении проводятся часто. В этот раз студенты изъявили желание познакомиться с прославленным поэтом Улжасом Сулейменовым, а он с радостью принял приглашение. В Академии Булашак уделяется особое внимание духовно-нравственному воспитанию молодого поколения. Руководство вуза уверено, что это основные составляющие педагогики. В рамках встречи мы решили организовать международную конференцию, которая ориентирована на формирование духовности будущего поколения. В рамках программы «Рухани Жангру» это достаточно, нам кажется, значимое мероприятие, потому что, как вы сами уже заметили, очень много гостей у нас, очень много педагогов пришли из детских садов, школ, колледжей, вузов, ассамблей народа Казахстана, наши представители, руководители филиалов. Ну, в общем, я думаю, что мероприятие будет очень интересное. В ходе конференции Олжасу Сулейменову вручили диплом почетного профессора Академии Булашак. Поэт примерил мантию и поблагодарил руководство вуза за оказанную честь. На конференции выступили не только казахстанские ученые, но и гости из соседних стран. В их числе и Валерий Ващинин, российский психолог и рыцарь гуманной педагогики. Также с докладами выступили профессоры из Алматы, Астаны и Шимкента. Работа конференции продолжится 8 ноября в виде творческих лабораторий. В Караганде более 800 детей-инвалидов приняли участие в областном фестивале творчества и спорта. Организатором выступил общественный фонд «Лучик надежды». В программу фестиваля вошли жестовое пение, танцы на коляске и множество других конкурсов. Физические ограничения – не преграда творчеству. Это на своем примере доказывают участники фестиваля. Сегодня Утарова Зухра продемонстрировала зрителям свои танцевальные навыки. В этом девушке не стала помехой даже инвалидная коляска. Любовь к жизни, искусству и творчеству Зухра показалась с помощью глаз и улыбки. «Мне нравится танцы очень сильно. Не все можно передать. И счастье, и печаль, и горе. И там все работает, особенно глаза, лицо. Если нет глаз, то нет танца. И мне очень нравится. Каждым разом я опытом набираюсь. Каждым разом я уже лучше танцую намного. И вот». Областной фестиваль «Милосердие и добро без границ» проводится не впервые. Однако этот год особенный, так как общественный фонд «Лучик надежды» празднует свое 20-летие. Уже два десятка лет данный благотворительный фонд оказывает помощь детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются. Знаменательную дату отмечают более 800 человек, для которых организаторы по традиции устроили праздник творчества и спорта. «Первый фестиваль у нас было всего 150 деток разного возраста. А теперь у нас есть такая цифра – 800 в этом фестивале. В одном из фестивалей, это, по-моему, был 15-й или 16-й, было больше тысяч. Дети приезжают нам со всей Карагандинской области, есть дети из поселков, с районов. Сегодня здесь у нас участвуют Каркаролинский район, Абайский район, Улытаусский район. Города наши, спутники, все города – это Тимиртаус, Арань, Шахтинск, Абай, ну и, конечно, город Караганда». Фестиваль продлится до 9 ноября. На ближайшие дни запланированы спортивные соревнования по боулингу, шашкам и тогус-хумалах. Масштабное культурное событие завершится галоконцертом в Доме дружбы. Тогжан Лян, Вайден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. В Караганде формируется сборная команда страны для участия в чемпионате мира. Около 200 спортсменов из 16 регионов страны приняли участие в республиканском чемпионате по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Соревнование стартовало в карагандинском спорткомплексе «Жастар» среди спортсменов – представителей силовых структур. Сочетание ударной и бросковой техники. В схватке соперников можно увидеть броски самбо и национальной борьбы, удар ногами из карате, руками из бокса, удушающие приемы. Все это – технический арсенал рукопашного боя. В очередной раз Караганда принимает участников республиканского чемпионата по этому боевому виду спорта. Это не только профессиональные спортсмены, но и представители силовых структур, для которых рукопашный бой является прикладным видом спорта. Особенно значим, что этот вид спорта каждым годом набирает популярность среди подрастающих поколений. Ведь, как и отмечает наш президент, физкультурный спорт – залог успеха каждого казахстанца. Только здоровье, здоровый, креативный, сильный дух и люди смогут дальше развивать нашу страну. Федерация рукопашного боя в 1991 году создавалась как республиканское общественное объединение правоохранительных органов на базе общества «Динамо». Отмечается, что на Карагандинской земле рукопашный бой развит, как нигде в республике. Карагандинская область всегда очень хорошо развивается. Все структуры, ГРУ, Беркут, Орлан, СОБР, они все этим занимаются. Взрослый, вот этот рукопашный бой, взрослый состав, это у нас очень... Потому что на отборе только, когда мы проводили чемпионат Карагандинской области, 130 участников было там. Там в одном весовой, который 32 человека было. И, естественно, хорошо выиграли, сбор прошли. Думаем, что они первые, вторые места в финале у нас будут. Высокие достижения в рукопашном бое показывают не только мужчины, но и женщины. Несмотря на свои 22 года, спортсменка из Акмолинской области Регина Максимова уже является мастером спорта международного класса. Она призналась, что рукопашный бой – это в основном мужской вид спорта, так что приходится непросто. Девушкой быть в таком виде спорта очень тяжело, так как все-таки это мужской вид спорта. Но ничего, мы стараемся, развиваемся потихоньку. Вот достигли уже такого результата. Дальше – больше. В Караганде республиканский чемпионат проводится в пятый раз. Карагандинские спортсмены неоднократно становились чемпионами и призерами этих соревнований. Стоит также отметить, что нынешнее первенство является отборочным для формирования сборной команды Казахстана на чемпионат мира, который пройдет в мае будущего года в Санкт-Петербурге. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин